МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Елизавета Хмелева. Сегодня в выпуске. Молодым везде у нас дорога. Глава Чувашия Михаил Игнатьев встретился с самыми одаренными в своих областях юношами и девушками. Ближе к звездам. Первая в мире женщина-космонавт поддерживает идею создания планетария в Чебоксарах. Возраст делу не помеха. Союзу театральных деятелей Чувашия 70 лет. Поддержка одаренной молодежи в Чувашии – дело государственной важности. Ежегодно тысяча девушек и юношей становятся стипендиантами премии главы Чувашской республики. Сегодня на встречу в Дом правительства пригласили аспирантов, студентов, победителей международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Михаил Игнатьев выразил уверенность, что благодаря талантливым людям наша республика способна занять лидирующие позиции в мире. С теми, кто, возможно, уже очень скоро составит интеллектуальную элиту страны, познакомились сегодня и мои коллеги – Галина Титарчук и Андрей Спиридонов. В свои достаточно юные годы эти молодые люди успели узнать и про борьбу, и про успех с популярностью. А все потому, что талантливы, каждый по-своему, кто в искусстве, кто в науке, кто в спорте. Некоторые из них уже отличились и на мировом уровне. Международные олимпиады, конкурсы, фестивали стали частью и их жизни. Но сегодня на встрече с главой Чуаши ребята не хвалились достижениями, а выступали со своими предложениями по улучшению жизни в любимой республике. Разговор получился, как говорится, по душам. Национальный колорит присущий должен быть молодежи. Как вы считаете, чисто как простой человек задаю вот этот вопрос? Мне кажется, было бы целесообразно приобщать богатству именно мировой культуры и Чувашской в том числе со школы, чтобы дети, они знали, понимали всю сущность и все богатство того, что несет нам наша культура. Талантливые люди должны быть востребованы у себя на родине. Эту тему на встрече обсуждали активнее всего. Дмитрий Дмитриев – один из тех, кто несколько лет назад уехал из республики, но вернулся, полный самых разных идей. На мой взгляд, имело бы смысл проводить какую-то, может быть, политику, ряд мер в плане привлечения обратно к нам в республику талантливой молодежи. Скажите, пожалуйста, что делает правительство Чувашии, какие меры принимает в связи с этим? У нас программа «Молодая семья», программа «Социальное развитие села» это в сельской местности работает. По линии модернизации здравоохранения «Земский доктор» – это федеральная программа, плюс мы еще дополнительно стимулируем за счет оригинальной программы. Наша задача – создавая благоприятную среду, вовлечь молодежь туда, и тот, кто хочет возвращаться, возвращается. Волновала молодежь и проблема развития сельского туризма, строительство музыкальной школы в Чебоксарах, возможность создания единой базы данных волонтерского движения. Все вопросы Михаил Игнатьев взял на карандаш, поблагодарив молодых людей за идеи, отметив при этом, что вундеркиндов республики меньше не становится. Каждый год находится тот, кто может приятно удивить. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Российский бизнес не ждут на международном рынке. Предпринимателям необходимо нацелиться на постоянных европейских партнеров, отмечают московские эксперты. Накануне они встретились с руководителями чебоксарских предприятий. Спад экспорта в зарубежные страны – последствия вхождения России во Всемирную торговую организацию. Специалисты говорят, что это начало того самого негативного сценария, который обрисовывали давно. После того, как страна стала участником единого экономического пространства, интеграционные процессы начали проходить намного активнее. Сейчас с этим необходимо смириться и научиться работать по новым правилам. От предпринимателей эксперты ждут большего напора. В будущем на экономических рынках Россия будет развиваться стремительно, но пока это только прогнозы. Существенные риски может понести малый и средний бизнес. Предпринимателям эксперты советуют сделать ставку на налаживание и укрепление внешних экономических связей. Специалисты отмечают, что сегодня нужно думать не только об экспорте, но и об импорте товаров. Но любой импорт нас не интересует. Нас интересует, прежде всего, высокотехнологичный импорт. Или, как мы называем, трансфер технологии. Если вы посмотрите торговый баланс развитых стран, это Великобритания, США, Китай, Россия в том числе, то торговый баланс, а это разница между импортом и экспортом, они примерно тождественно равны. Поэтому сегодня основная задача понимать, какие внешнеэкономические связи существуют у республики Чебоксар, которые становились исторические. Ход восстановительных работ в деревне Тувси Цивильского района проверил министр транспорта и дорожного хозяйства, председатель правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Михаил Янковский. На объекте продолжается демонтаж разрушенных конструкций. Предварительно через 10 дней разбор должен быть завершен. После этого строители приступят к возведению нового кирпичного жилого дома. Министр также проинспектировал ход отделочных работ в квартирах в поселке Опытный. По заверению подрядчика, жилье для временного заселения пострадавших будет готово к 26 января. А вот работа по переселению из ветхого жилья ведется планомерно. В Чувашской республике реализуется одноименная программа. Наша съемочная группа выясняла, как переселяются жители из аварийных домов в Канажском районе. В Канажском районе за три года планируют полностью ликвидировать ветхое жилье и аварийные дома. На это выделены все необходимые средства из федерального, республиканского и местных бюджетов. В селе Табурданово в середине сентября был снесен аварийный дом, который построили в 50-х годах 20 века. И на его месте заложили фундамент нового двухэтажного жилого дома. И уже в феврале планируют праздновать новоселье. На сегодняшний день строители занимаются отделочными работами, электрики делают, сантехники работают. Благоустройство сделано, подъездные пути сделаны. Вода по постоянной схеме, электронерик по постоянной схеме, канализация есть, все сделано. Когда намерены сдать? Сдать где-то в конце февраля. Во сколько обошлось вам это? 7 миллиона 800 тысяч. В прошлом году в Канарском районе уже заселили два дома на 16 и 20 квартир. Их жители переехали в них из ветхих домов. В целом программу по сносу ветхого и аварийного жилья в Канарском районе планируют завершить через три года. Надо снести около 4-5 тысяч квадратных метров. В 2016 году все жители непригодных домов будут жить в современных жилищах, надеются в районе. Сегодня в Управлении внутренних дел по городу Чебоксары обсудили аварийность на дорогах столицы. В 2012 году зарегистрирован рост числа ДТП, в том числе со смертельным исходом. Большое количество аварий приходится на молодых автолюбителей. По вине водителей со стажем меньше трех лет совершено 129 столкновений и наездов. В 2011 году – 76. По данным ГИБДД, практически каждое седьмое ДТП происходит по вине неопытных автомобилистов. С участием водителей, имеющими стаж в вождении до трех лет, совершено 203 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 6 участников дорожного движения и получили ранения до отличной степени тяжести 256 человек. В процентном соотношении доля дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, имеющими стаж вождения до трех лет, составляет 23%. На 47% в прошлом году выросло количество ДТП с участием пассажирского транспорта. Зарегистрировано 147 аварий. В них погибли 9 человек и травмированы 183. Состояние аварийности на дорогах города обсуждается ежедневно. Разработана программа по обеспечению безопасности. Но, по словам Алексея Телина, повышение эффективности мешает несовершенство законодательной базы. Затронули и тему подготовки водителей. В декабре прошлого года вышло распоряжение о закреплении сотрудников ГИБДД за автошколами. Каждый инспектор должен проверять посещаемость занятий, контролировать программы и отчеты по результатам сдачи экзаменов. Отзывать лицензии ГИБДД не имеет права. Это прерогатива Министерства образования. Ни для кого не секрет, как они ездят. То есть, если посмотреть, молодой водитель, практически он ездит модели автомашин какие? Восьмерка, девятка, четырнадцатая, десятка. На таких более дорогих машинах они еще не позволяют себе ездить, наверное, сюда. И вот эти все транспортные средства по городу, как видим, они ездят практически в шашечном порядке, так называемом. Они не соблюдают боковые интервалы, они не соблюдают правила перестроения транспортных средств. Им важно, как они от перекрестка с перекрестка могут быстрее кого доехать. Практически они провоцируют даже своим поведением, останавливаясь на светофорах, даже предлагая, мол, давайте, кто там водителю подмигивает, стартанем, не стартанем, то первый дает, да, первый прикрест. Наверное, вот эти моменты, они как раз и сопутствуют, дорогой транспорт пришли. Позывают беспокойство инспекторов по безопасности дорожного движения и отсутствия парковок во дворах. Ежедневно поступает множество обращений от жителей города о том, что машины паркуются на пешеходных дорожках. Граждане жалуются, я их понимаю. В данной ситуации просматривался вопрос тоже с администрацией города Чебоксары о организации парковочных мест, используемых экологических парковочных мест, то есть сетка на газоны. Но это же, опять же, вот эти парковочные места, они за счет средств жильцов. Это сажают, в общем-то, сами они собирают и сами организовывают. Но в этом направлении у нас используется прибор фото-видео фиксации паркон. То есть если жалоба поступила, фактически мы отрабатываем данный адрес. Периодически заезжает туда инспектор, который осуществляет контроль с использованием паркон. И потом в автоматическом режиме, значит, это все снимается, и гражданам по домам рассылаются так называемые письма счастья. В общем, цели определены, задачи ясны. Теперь остается только работать. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Сегодня все оперативные службы были экстренно стянуты к Дому юстиции. Днем туда поступил тревожный звонок. Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, заложенном внутри здания. Правда, обезвреживать настоящую бомбу никому не пришлось. Историю, достойную голливудских боевиков, выдумали специально для масштабных учений. Их размах оценила наша съемочная группа. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Эвакуация через прокуратуру. Когда из здания суда эвакуируют всех людей, к своей работе приступают кинологи. По легенде, здание полностью обесточено от электричества. Внутри запрещено пользоваться рациями и мобильными телефонами. Бомба может детонировать от любых радиоволн. Вокруг дома юстиции плотное цепление. Близко к зданию не пропускают никого. Где находится бомба и есть ли она вообще, пока неизвестно никому. Вся надежда на нюх полицейской собаки. Прочесав весь этаж, бомбу удается обнаружить. Но она оказывается всего лишь муляжом. Здание суда в республике минировали только один раз. Тогда тревожный звонок тоже оказался ложным. Но вот запрещенные предметы приставы изымают часто. Только в прошлом году в суды пытались пронести четыре огнестрельных и более ста газовых оружий. На входе людей останавливались ножами, отвертками и даже топорами. Все эти предметы представляют угрозу. Был только один факт, когда сотрудники судебного пристава по обеспечению условного порядка 9 судов в одном из районных судов при досмотре обнаружили наркотическое средство. В последствии данные граждане были привлечены к уголовной ответственности. Подобные учения судебные приставы проводят часто. Отрабатывают самые разные ситуации. Тренировки приносят результаты. На протяжении долгого времени в судах не происходило ничего чрезвычайного. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Проект строительства Чебоксарского планетария одобрила первая в мире женщина-космонавт депутат Государственной Думы Валентина Терешкова. С такой новостью из Москвы сегодня вернулся спикер Республиканского парламента Юрий Попов. Эскизный проект будущего Чебоксарского планетария готов. Место под его строительство тоже определено. Парк имени Андриана Николаева. До начала серьезных масштабных работ не хватало одной детали. Одобрение легенды космоса Валентины Терешковой. Рада и удивлена, комментирует инициатива Чувашских властей депутат Госдумы. Я, например, горячо поддерживаю восстановление и развитие связи. Считаю, что это на пользу и ярославцам, и Чувашам, как вы считаете? Даже очень. Космонавтика связывает нас очень близко. Да, вроде ей была, у меня есть. И вот именно вот эту идею нам подала Алена Андриановна. И мы с радостью восприняли. Не только мы, а весь народ. Валентина Терешкова уже в ближайшие дни готова встретиться в Ярославском планетарии с чебоксарскими архитекторами, чтобы на месте обсудить плюсы и минусы, внести в проект возможные коррективы, в Чебоксарском звездном доме учесть и исправить ошибки Ярославского. Такие объекты не часто строятся, они редко. И тем более люди, которые уже строили, они знают, как быть, как строить. И она согласилась быть нашим координатором. Это для нас, для народа Чувашии, не только для Чувашии, наверное, всего привозка федерального округа это важно. Первая в мире женщина-космонавт предложила при работе над объектом отталкиваться не только от личности космонавта номер три Андриана Николаева, но и от культуры и истории чувашского народа. Подумать, в чем воплотится национальный дух в архитектурном оформлении планетарии или внутреннем дизайне. Задача проектировщиков. Проект хороший. И если вот учесть пожелания, то это будет замечательно. Считаю, что это очень хороший будет подарок к юбилею города и юбилею образования Чувашской республики. В последний раз в Чувашии Валентина Владимировна бывала в начале 70-х и с радостью приняла приглашение Юрия Попова вновь вернуться в Солнечную республику. Планируется, что это произойдет в День республики. Я хочу воспользоваться встречей и возможностью, но прежде всего передать самый добрый, самый горячий, не только привет, но и пожелания всему чувашскому народу. Потому что в моем сердце сохранились очень добрые воспоминания о поездке в Чебоксары. Ольга Панова, Евгений Анисимов, Республика Москва. Союзу театральных деятелей Чувашия исполняется 70 лет. Созданное еще в годы Великой Отечественной войны, творческое объединение по-прежнему стоит на защите интересов мастеров сцены. На сегодня Союз объединяет всех работников сцены. 70 лет назад их можно было сосчитать по пальцам. Тогда только организованное чувашское отделение возглавил актер русского драматического театра Борис Праудин. За эти годы пост председателя занимали многие, но миссия Союза оставалась неизменной. Защита профессиональных и социальных прав актеров, режиссеров, драматургов была основой нашей работы, рассказывает Валерий Яковлев, ранее возглавлявший Союз театралов Чувашии. И здесь, прежде всего, конечно, социальная помощь. Помощь нуждающимся, особенно ветеранам сцены. Пенсионеры, увы, они известные, в свое время были известные мастера сцены, и народные артисты, но, к сожалению, так мало получают пенсии и бедствуют. Поэтому всячески пытаемся помочь через Москву материально и помочь здесь своими силами. Сами организовали в Чувашии здесь небольшой благотворительный фонд. В свое время, благодаря стараниям Нина Григорьева, и для семей артистов было предоставлено 14 квартир. Сейчас же жилищную проблему решить гораздо труднее. Но все же это не останавливает руководство Союза. Оно не только затрагивает их социальные интересы, но и готовит почву для творческого развития. Ежегодно совместно с Министерством культуры, Союз театральных деятелей и Дома культуры Республики проводят фестиваль «Открывая занавес». Важным событием в жизни Чувашии стал ежегодный конкурс театрального искусства «Узорчатый занавес». А творческий конкурс «Заветная мечта» дает возможность показать зрителям несыгранные роли, непоставленные спектакли и многие задумки режиссеров. Театралы планируют отмечать 70-летний юбилей в апреле месяце. По словам заместителя нынешнего председателя Союза Галины Скворцовой, в этом году планируют создать электронный альбом Союза театральных деятелей «Чувашии». Также в планах конкурс и научно-практическая конференция художников-декораторов, дефицит которых ощущается в последние годы наиболее остро. Регина Тимофеева, Александр Петров, Республика. Это все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова